Я начну с вами разговор о святом Иосифе Обручнике, изображенном на иконе за моей спиной в правом нижнем углу. У нас нет в церкви пристального внимания к этому человеку. Я не знаю ни одного храма, посвященного Иосифу Обручнику. Напротив, в западной традиции, там ему уделяется много внимания. Отчасти мы сегодня этого коснемся. Я думаю, что в той части, в которой они его почитают, он нам тоже очень нужен. Что нам церковь говорит об этом человеке? Она говорит нам о нем, как о человеке, умеющем хранить тайну, как о человеке простого физического труда и домашнем воспитателе Господа Иисуса Христа. И, конечно, хранитель девства Богородицы. Я попытаюсь несколько слов о нем сказать, чтобы мы оценили масштаб этой личности. Мы встречаемся с вами с Иосифом в Евангелии от Матфея в конце первой главы, где говорится, вот это зачало рождественское, что Рождество Иисуса Христа было так. Дальше возникает Иосиф. Обрученной бывшей матери его Марии Иосифове, прежде даже не сойтись им, она обрелась имеющего чревия Духа Святого. Предание нам говорит, общецерковное предание говорит нам о том, что Иосиф был гораздо старше Девы Марии, Богородица была совсем юной по нашему возрастному пониманию, ей едва лишь было, наверное, 14 лет, она покинула храм Иерусалимский, по невозможности в нем находиться, поскольку стала полноценной девушкой. А в Иерусалимском храме были специальные помещения и притворы, в которых могли находиться люди обоих полов разделенные, и девицы покидали его, этот храм, по достижении возраста, годного к замужеству. Древние законы, церковные и гражданские, в первую очередь, конечно, определяли возраст брачного сожительства, возраст возможности вступления в брак очень рано. Римское право уже даже в период церковный, наш уже в христианскую эпоху, определял возможность брачного сожительства с 12 лет. Допустим, уже Блаженный Августин в книге «Исповедь» о себе рассказывает, что ему нашли невесту и обручили его. Но он должен был ждать еще три года до вступления в брак, поскольку ей было 9 лет, а жениться можно было с 12. Это уже наша христианская эра. И это, ну, Римская империя. То есть Восток, он вообще дело тонкое, там вообще все раньше. Ну и там созревают быстрее и на это дело смотрят проще. Впрочем, даже если вспомнить всем известно через школьное образование Евгения Онегина, то там, когда влюбленная Татьяна разговаривает с няней и выясняют у нее там какие-то подробности ее личной семейной жизни, няниной, то няня и говорит там, в частности, что слово «любовь» мы и не знали в наше лето, и что их очень маленькими поженили, что их там было там лет 12, там было, собственно, этой самой няни, вот, а ее мужу было и того меньше, то есть, когда детей совсем женили. То есть, практика была такова, то есть, женили детей, у этого, у этой практики есть очень много своих скрытых плюсов, которые нам совершенно непонятны и которые сегодня вообще невозможны. Люди выходили и женились замуж очень рано, и уже когда начинали беситься от страстей, то были уже связаны узами законного брака, уже, может быть, были даже отцами и матерями, и уже это, так сказать, страстное объяснование проходило уже под покровом брачного союза. Оно протекало совершенно по-другому, нежели у нас. Потому что сегодня расцветающий для этой половой жизни человек начинает уже там, значит, томиться и маяться там в лес 14-15, при помощи интернета еще раньше, а замуж выходит и женится там кто в 30, там кто в 28, значит, такое. И все это время, начиная с пробуждения пола в человеке до успокоения пола по возрасту или по аскетическому труду или по брачной жизни или по чему-то еще, значит, протекает огромный период времени, и люди просто беснуются, не знают, куда себя деть. Поэтому древние люди, они сознательно выдавали детей своих замуж и женили их рано. Это мы повторить, это мы уже не сможем. Ну, хорошо это или плохо, я не знаю, но это так. И еще один момент очень важный, значит, до сегодняшнего дня сохранилась практика отдельного обручения людей. На Востоке это существует и сегодня, и в некоторых церквах христианских это существует и сегодня. У нас, если у вас здесь, много ли здесь венчанных? Много? Ну, много, какую-то часть. Ну, не все, к сожалению, да, но много здесь венчанных. И наверняка все так или иначе видели венчание, были на нем. Более-менее понимают там что-то связанное с венчанием. Так вот, венчание состоит из двух частей. Из обручения и, собственно, венчания. Обручение связано с одеванием колец, как видимый обряд. Ну, и молитва там приносится Богу за этих людей, которые решили связать свои жизни. Если обручение совершить, а дальше не венчать, то тогда люди эти не имеют права спать в одной постели и жить под одной крышей, но они уже принадлежат друг другу, как уже давшие слово, как обязавшиеся, как обручившиеся. То есть они, так сказать, еще не муж и жена, но уже не чужие люди, они уже обещаны друг другу и друг другом и с молитвой церкви соединены. А потом почему-то, например, они не могут венчаться сразу и нужно ждать. То ли жениху нужно деньги зарабатывать, то ли его в армию забирают, то ли там еще какие-то сложности совершаются. И вот до сегодняшнего дня существует практика такого раздельного совершения таинства. Сначала обручили, потом венчают. И разница между этими двумя событиями может занимать год, два, три, четыре и так далее. Совершенно трудно представима в нашей ситуации. Потому что у нас сначала спят, потом венчаются. А уж там, чтобы обручиться, не спать, а потом повенчаться через год, я вообще-то это с трудом представляю. А мы называем Иосифа обручником, потому что он был обручен Деве Марии, то есть какой-то был совершен некий обряд, согласно которому она должна была стать его женой. Он ждал ее как жену будущую свою, имел ее себе в ее глазах своих, держал ее как невесту. И общее предание церкви говорит нам о том, что к тому времени он был не юноша, подобный ей, а уже зрелый мужчина. Ну и добавляется нам преданием, что очевидно, он был до этого женат и, скорее всего, был вдовец, потому что те братья и сестры Господа Иисуса Христа, Симон и Осий, и Уда, и сестры его, упоминаемые в Евангелиях, очевидно, это были дети Иосифа от первого брака. Когда говорится в Евангелии, и братья его, Иисуса, не веровали в него, то это говорится не о тех, которых Мария родила, потому что Мария больше никого не рожала. Нужно было соблюсти свойства христового существа, свойства природы. Он единородный Сын Божий на небесах, и единородный Сын материнский на земле. То есть он один, он уникальный, единственный, и до него, после него, то есть ничего с родовой деятельностью связанного у Дев Марии не было. И вот этот Иосиф, как говорит нам, церковь, мы не имеем права ей не доверять. Значит, некий почтенный человек, уже в каком-то возрасте более-менее серьезном, получает в обручнице себе молодую девушку и ждет ее, когда же наступит то время, когда она сможет стать его женой. Вполне нормальной, законной женой, как это было, как это всем понятно, и как, в общем-то, это ожидается. И вот прежде нежели сойтись им, он находит ее беременной, что тоже косвенно подтверждает вот этот тезис церковный о его взрослом состоянии и опытном состоянии. Потому что взрослый человек может без труда определить беременность женщины по каким-то внешним признакам, уже на каком-то третьем, четвертом месяце это не составляет труда заметить для наметанного глаза, что девушка не девушка. Потому что в ней есть плод. И он замечает на ней это. А сколько было при Святой Богородице, когда она, когда это все вскрылось, так сказать, ее зачатие от Духа Святого, она пришла к Елизавете, когда Елизавета была на шестом месяце беременности. То есть на шестом месяце беременности совершилось благовещение и зачатие Божьего Сына. И прибыла некоторое время у нее. Прибыла Мария с нею около трех месяцев. И возвратилась в дом свой. То есть примерно около трех месяцев было, когда Иосиф заметил, родился предтеча на шесть месяцев, на полгода раньше Иисуса Христа. И примерно вот в этом возрасте Иосиф обнаружил, что она имеет почреве. Но никому на земле никогда не могло прийти в голову, что девушка может иметь почреве от Духа Святого. И здесь Иосиф тоже об этом не думал, потому что об этом думать невозможно. До сегодняшнего дня с большим трудом человек может думать о том, что родился Божий Сын, а семени не было, значит, а Духа Святого родился. Поэтому Иосиф как бы думал, что совершилось нечто обычное. Нечто обычное человеческое, что та самая девица, которую ему назначили в жену, или он себе выбрал ее там, или как там это происходило, мы не знаем. Вот что она имеет вочреве дитя. То есть был какой-то грех, значит. Что дальше происходит следующее. Иосиф, будучи праведным, захотел тайком отпустить ее. Так говорит Евангелие от Матфея, значит. Что здесь праведного? Дело в том, что закон Божий, который получили евреи через Моисея, он жестко ограничивал некоторые вещи по части нравственности. Сам определял наказание за нарушение нравственных норм. Самые жесткие нравственные нормы касались поклонения Богу. То есть человек, который отвращал от Бога своих наплеменников и сам впадал в поклонство, он рисковал жизнью. То есть он могли убить, закон определял ему смертную казнь за это. Смертная казнь также определилась, например, за злословие, охуление из-за рукоприкладства в отношении отца и матери. Тоже, наверное, надо было убивать такого человека. Там шуток не было. Все могли просто убить, да и все. Ну и еще там ряд вещей, значит. Идолослужение, непочтение к родителям. Ну и, конечно, блуд. Как самая распространенная зараза человеческого рода. Самый удобно совершаемый грех, совершаемый везде, много, повсюду и без конца. Значит, блуд, он имеет, так сказать, ритуальные корни. То есть обычно любое идолослужение, оно сопровождается блудом. Блуд, как составная часть идолослужения, он каким-то образом хитрым вмешивается к любому нечестью. Где есть нечестье и какое-то такое сатанинские службы какие-то всякие, там обязательно будет какой-то разврат. Ну а сам разврат тоже тяготеет какой-то мистичности, мистицизму какому-то. И идолослужители, как правило, неизбежно развратники, а развратники рано или поздно превращаются в идолослужители. Тоже только обратный ход тоже есть. То есть если человек развратится, например, то он со временем добавит к своей... Он не будет просто блудить, он начнет заниматься каким-то тантрическим сексом там или каким-то, значит, еще какие-то фокусы начнет выдумывать и выискивать. Вот и превратится в законченного идолослужителя. То есть блуд это вообще страшная сила. Поэтому Господь, ограждая своих людей от этого всего, значит, полагал смертную качество, в том числе и за эти вещи. Например, за мужеложество. А мужеложество – это какой-то, значит, на нем лежит какая-то тень, тень мистического служения, потому что различные тайные общества практикуют мужеложество как некий обряд посвящения. То есть есть множество таких, каких-то, значит, всяких странных таких групп, довольно тесных и узких, значит, где мужеложество практикуется именно как способ вхождения в тесный круг. Это не шутки, это, значит, такая-то зараза. Об этом можно при желании почитать и поинтересоваться. Скотоложество наказывается смертью. Убить и животное, и человека. Животное ничем не виноваты, но оно, как осквернившееся, уже не может служить человеку в хозяйстве. Мясо его есть нельзя, и пахать на нем-то, если это там, и вносить тяжести, это осел тоже нельзя. Вот. И просто блуд, в конце концов. Почему я на этом всем останавливаюсь, сейчас вам скажу. Вот. Значит, девушка, забеременевшая вне брака, находящаяся в доме отца своего и понесшая в очреве, должна была быть побиваема камнями. Дочка священника, понесшая в очреве в доме отца, не вышедшая замуж, должна была быть сожжена живьем. То есть еще ужесточалась эта норма, наказывающая за разврат. Значит, таким образом, конечно, законы эти действовали, ну, с разной степенью жесткости. Иногда евреи жили так гнусно, что они, как пишет пророки, блудили под каждым ветвистым деревом. И если бы применять в полной строгости законы о смертной казни для блудников, нужно было бы перебить камнями полнарода, а то и весь народ. За исключением стариков и маленьких детей. Поэтому они, конечно, по-разному это исполняли. Но закон есть закон. Но тут стоит вспомнить Евангелие, 8 главу Евангелия от Иоанна, когда ко Христу привели блудницу, взятую в прелюбодеянии. И когда Христа поставили перед дилеммой, из которой невозможно выйти нормально. Когда ему сказали, женщина сия схвачена в прелюбодеянии, а закон повелевает нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? То есть Христос, по сути, попал в совершенно безвыходную ситуацию. Если он скажет, ну сказал закон бить, так бейте. Они могли бы ему сказать, подожди, у нас столько людей блудит, если мы начнем сейчас всех бить, как бы у нас людей не останется. Во-первых. Во-вторых, ты же добрый, все знают, что ты про любовь говоришь, про прощение, покаяние. То есть это же всем известно. Вот как же это так? А если бы он сказал, не бейте, пожалейте человека, то он говорит, ну и правильно мы и говорили, что ты нарушитель закона, что ты пришел нарушить наши обычаи, что ты пришел для того, чтобы наши заповеди отменить, что ты враг Божий вообще. Мы так и думали, да, точно. Попал совершенно, попал совершенно, как бы его поставили в совершенно такую патовую ситуацию. И он из нее вышел как Бог. Вот только, то есть это одно из лучших доказательств. Такое, значит, не от мирности Иисуса Христа, что это не человек. Это не просто человек. Значит, он, вы помните, единственный раз в жизни он что-то писал. Он преклонен, то есть вообще Христос совершенно, так сказать, ну как говорит, что называется, работал в устном жанре. То есть книжки, листовки, плакаты, эти самые другие разные виды письменного творчества абсолютно чужды ему. Он ничего не писал. Ни одной книжки, ни одной брошюры, ни одного листка, ни одного письма, ни одного послания. Единственный раз мы видим, когда он пишет, это он нагибается к земле и там что-то пальцем пишет по песку или там по этому самому. И Евангелие причем не говорит нам, что он там писал. Но есть такая красивая литературная догадка такая, ну, один из святых, Николай Сербский, пишет, что возможно, Иисус Христос писал имена людей, стоявших перед ним и писал рядышком грехи, которыми они больше всего прогневали Бога. Например, там Симеон там спит с невесткой. Допустим, там какой-нибудь там, не знаю, допустим, там Аарон, например, там украл осла у соседа, например, там что-нибудь, еще что-то и так далее. То есть он что писал? Они стояли и видели, что он пишет, потом он сказал им эту сакраментальную фразу, которую мы все теперь знаем, что кто из вас не имеет греха, пусть первый брось в нее камень. И они стали рассуждать сами с собой, обличились совестью, и начиная со стариков, заканчивая молодыми, потихоньку, значит, кто задом, кто боком, поуходили оттуда. И он опять писал, потом поднялся, поднял лицо и увидел эту женщину перед собой, спросил ее, что женщина говорит, где осуждавший тебя? Она говорит, никого нет, господин. Говорит, я тебя тоже не осуждаю, иди и не греши больше. Иди больше не греши. Ну вот, это мы вспоминаем опять-таки к Иосифу, переходим к тому, что здесь праведность Иисуса Христа, то есть он, повторяю, божественным образом ушел от обвинения, как в бесчеловечии и жестокости по отношению к грешникам, так и в обвинении в том, что он нарушает закон. Ничего не нарушает, просто он выше закона. То есть есть вещи, которые превышают закон. Что касается Иосифа, Иосиф тоже превысил закон. Он, повторяю, подумать не мог, что ребенок, родившийся от Марии, есть Господь, поэтому он решает ее отпустить, чтобы не положить на нее печать какого-то позора и на себя не положить печать позора. Он мог бы поступить, как неправедный человек, поднять, что называется, гвалт. И в чем дело, что за дела? Значит, такой совсем молодежь озвратилась, как бы, значит, совсем мало лет, девчонки, понимаешь, еще не успела замуж выйти, а вот уже, понимаешь, это самое, у нее живот растет и так далее и тому подобное. Это было бы поведение такого, значит, совсем другого уже человека. Хотя у нее были бы формальные оправдания в этой поведении, но Господь избрал другого человека себе в это самое, в защитнике и в обручнике своей матери. Иосиф решает ее тайком отпустить, чтобы не было ей беды, ну и брать ее в жены не хочет, потому что, потому что. И вот на этом моменте вмешивается небесная сила в этот вопрос. И, как говорит Матфей, ему приходит во сне ангел и говорит ему, Иосиф, называет его торжественно, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, называет ее женой, хотя он к ней пальцем не прикасался. Отметим сразу, потому что имя жена употребляется к женскому естеству, независимо от того, девица она или не девица. То есть, Матерь Божия девица имеет во чреве Духа Святого, называется женою, хотя Иосиф, она по факту никакая не жена. Говорит, не бойся принять Марию, жену твою, родившая, бойся в ней, от Духа есть свято. Родит сына, то есть, известно, кого родит, девочку не родит, сына родит, наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Такое вот, назовешь ему имя Иисус, он спасет людей своих от грехов их. Имя Иисус было открыто заранее также и Марии. Архангел говорил, когда благовестил зачатие Божьего Сына, он тоже сказал, как назвать ребенка. То есть, имя было решено в предвечном совете. Господь заранее знал, как его будут называть на земле, и Отец Небесный выбрал имя своему Сыну, когда он воплотится. То есть, это не случайное имя, почему он такой драгоценный, почему мы спасаемся этим именем, почему написано в 4 главе книги Деяний, что нет другого имени под небом, которым подобало бы спастись, кроме имени Иисус Христос. То есть, это имя, действительно, не людьми придуманное на небесах, определенное и назначенное через ангельские благовестия отдельно Марии, отдельно Иосифу. Они даже, они потом, наверное, совещались, как сына назовем. Он говорит, мне ангел сказал, что Иисус. И мне ангел сказал, что Иисус. Ну, все, вопросы снялись. То есть, имя заранее названо. Таких случаев в Евангелии очень мало. Вообще, в Писании всего лишь, там, по-моему, там 3 или 4 случая, когда имя называется до рождения ребенка. Также до рождения было дано имя Иоанну Крестителю. То есть, отец, когда он имел, тоже говорил, сказал, как его назвать. То есть, имя, данное человеку до его рождения, это указание на какую-то особую миссию человека, что имя показывает, кто это такой. Что касается Иисуса, то с Иисусом интересная очень вещь, с этим именем связанная. Это имя уже существовало в Писании. Иисус, это тот, который принял от Моисея эстафету водительства еврейского народа и завел евреев в землю обетованную. Помните, что Моисей водил, 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 водил евреев, и потом, это значит, прекратилось его, это долгое, 120-летнее житие на земле, и он умер издалека, лишь только увидав очертания святой земли и приложился к отцам своим. Могила его неизвестна. А полномочия свои он передал некому, значит, человеку, которого звали Иисус. Но не сразу звали. Значит, Иисус, сын Навина. Там любопытно, очень вещи тоже хотел бы вам ее рассказать попутно, потому что она мне очень утешительна и радостна. Этот Иисус, сын Навина, был один из двух людей, которые ходили в землю обетованную, видели ее и хотели ею овладеть, потому что все остальные испугались там и решили убежать оттуда, чтобы не воевать с жителями той земли. Звали его до, значит, до избрания Гошуа. Гошуа. И Моисей этого Гошу, этого человека по имени Гошуа, избирает себе в приемники и говорит ему, ты заведешь народ в землю обетования, то есть я умираю, а вся моя власть, сила идет к тебе и Господь будет с тобой как со мной, и ты заведешь их и там будешь воевать и рукой вооруженной завоюешь землю. Он говорит, хорошо, значит, такое, и Моисей для того, чтобы передать ему свои полномочия, переименовывает его, превращает его, он был Гошуа, стал Егошуа. В русском языке Гошуа и Егошуа это, в общем-то, похожие имена, значит, но там несколько букв и Е там добавляется. В еврейском языке для того, чтобы Гошуа сделать Егошуа, нужно ему добавить букву Йод, маленькую такую запятую, самая маленькая букв еврейского алфавита. И вот при помощи добавления к имени Гошуа маленькой запятой, Моисей превращает его в Иисуса. Вообще Иисус, Гошуа и Иисус это вообще разные имена, как бы по нашему, если говорить. А если говорить Егошуа, тогда все становится понятно. Так вот, маленькой запятой Моисей превращает этого человека в Иисуса и после этого этот человек получает власть завести людей в обетованную землю. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том образе, который соблюдается в духовной жизни. закон Моисеям был дан, как пишется в прологе Евангелия Триана, закон Моисеям дан быть. То есть, закон пришел через Моисея. Благодать же и истина Иисусом Христом быть. После закона пришла благодать. Закон пришел через Моисея, благодать пришла через Иисуса. Та же преемственная связь сохраняется в Ветхом Завете при захождении в землю. То есть, до границ земли довел Моисей, а в саму землю завел Иисус. И прежде чем завести людей, ему надо было поменять имя. Потому что именно Иисус должен был завести людей в землю. Моисеям было открыто все. Все, что можно быть открыт человеку, значит, Моисею было открыто. Он по 40 дней без еды и питья разговаривал с Богом на горе. То есть, можете себе представить, сколько он знал? Сколько всего ему Господь возвестил. Поэтому он знал эту будущую проблематику в жизни библейской духовной человечества. И он, отдавая свою власть своему преемнику, знал, что это некий образ, образ будущего, когда Иисус спасет людей своих. И он и заведет их, собственно, в эту настоящую обетованную землю. И он его переименовывает для того, чтобы соблюсти вот эту вот пророческую такую картину. Такую, чтобы Иисус завел людей в обетованную землю. Вот. Поэтому Иисус это имя Спасителя, того, который дает нам вечную жизнь. Причем тут еще можно вспомнить про то, что сам Господь сказал, что йота едино. То есть, это одна запятая. Или едино черточка из закона не уйдет, пока все не исполнится. Как это понять на практике, как бы, например, непонятно, не совсем ясно. А вот вам пример того, как одна запятая превращает человека в другого человека, исполняет пророчества и делает, как бы сказать, перспективу на будущее. Был Гошу, а стал Егошу. При помощи маленькой запятой. Вот тебе едино йота. Это дело... Вообще, когда Господь что-либо делает, Он меняет имена людям. Например, Авраам же был сначала Авраам, а потом он говорит, будешь теперь Авраам. То есть, добавляет ему еще одну букву, букву Хэй. Аврахам, такое, как говорят на востоке, Ибрагим там, или Абрахам. И он именно Хэ ему добавил, не А, а Хэ, Абрахам. Ну и что, ну был Авраам, Авраам вернее, стал Абрахам, как бы, и вроде бы что. А это, оказывается, очень важно, что имя, это буква Хэй, она дважды присутствует в имени Яхве. Это имя, это буква, священная буква имени Божьего, как бы, Господь говорит, на тебе мою власть, на тебе мою благодать, через одну букву. То есть, там эти буквы, они, в общем, играют очень много. Таким образом, назовешь, говорит имя Ему Иисус, Он спасет людей своих от грехов их. Возникает вопрос, какие люди свои могут быть у ребенка, который еще не родился? Ребенка, говорит, спасет людей своих. Каких своих людей? О каких своих людях можно говорить об этом ребенке? Ладно, если бы он родился в доме царя, и там царский сын, например, да, уже имеет людей своих, и бы он наследник. А он родился в доме, извините, плотника и обычной девушки. Спасет людей своих, да еще от чего спасет? От грехов их. Это слова ангела, это то, что с неба зазвучало. Не бойся принять Марию, она родит сына, наречешь его Иисусом. Он спасет людей своих от грехов их. Но это господские слова, это слова о Боге. То есть, кто может от грехов спасать, кроме Бога? Не от поработителей, не от захватчиков. Это же не Самсон, который спасет народ свой от филистимлян. Или там, или еще кто-нибудь там, спасет народ свой от римского господства. Это все, конечно, хорошо, но это мало. Спасет людей своих от грехов их. Значит, Иосиф просыпается и делает то, что ему сказали. Восстал Иосиф от сна и сотворил, как повелел ему ангел Господень. Принимает Марию, не знает ее, и вот, наконец, нарождает сына своего первенца. Он нарекает ему имя Иисус. Значит, Иосиф попадает в состояние служения. То есть, он берется на службу. Ему возвещаются великие тайны, о которых он никому не может рассказать. То есть, Иосиф попадает в ситуацию, когда ему, он вынужден всю жизнь теперь молчать до смерти и быть участником каких-то совершенно таинственных событий. Тяжелее чего, то ничего не придумаешь. То есть, ему доверяется жизнь как бы такого, такого глубокого, молчаливого праведника, который все понимает, все знает и обо всем молчит. из галереи типов, которые есть в Священном Писании, в этом смысле на Иосифа похож Иоанн Богослов, который понимал больше всех апостолов, но никуда не лез. Он все видел, все понимал, и ни во что не вмешивался. Например, на Тайной вечере, когда Христос говорил, возмутился духом, он говорил, один из вас предаст меня. То есть, они начали спрашивать, кто это, не я ли, Господи, спрашивали, может быть я, может быть я, значит, потому что они не имели веру в себя и сомневались, вдруг действительно я еще такое сделал. Вот, то Иоанну Господь сказал, говорит, омочивши со мной и всолила, тот меня предаст. И Иоанн видел, кто омочил руку в соль, знал все, но он не полез душить Иуду, значит, не ударил его по голове табуреткой, значит, такой неужен. Итак, если бы это сказал Петру, Христос, все, была бы драка на Тайной вечере. Петр тут же бы полез, куда его не просят, как бы, значит, и Господь бы должен был его заговорить, подожди, не лезь, как бы там, засунь меч свой в ножны, там и так далее, и тому подобное, потому что, как бы, лезешь, куда не просят. То есть, у него был такой характер, как бы, значит, люди разного характера, они все Богу нужны. Но вот Иоанн все знал и обо всем молчал. Примерно так вот поступал Иосиф, то есть, которым назвал Архангел. Он спасет людей своих от грехов их. А кто же тогда он, тогда в этой ситуации, Иосиф? А он приставлен к ним, чтобы охранять их. Он приставлен к ним, чтобы им служить. То есть, была совершенно нарушенная. И он приставлен к ним для того, чтобы сохранить для человеческих глаз некую картинку обычной жизни. Потому что невозможно было Деве Марии жить со своим сыном Иисусом без мужа, вот так вот, значит, просто без нее, вот так вот, просто так. Кто бы там поверил, понимаешь, что отец у этого ребенка Бог и что она Богородица? Никто? Никто бы не поверил. Это невозможно, сказали бы люди. И в каком-то смысле мы понимаем, что они извинительны в своем неверии, потому что это выше ума. Подобало Христу сначала вырасти, потом сделать все, что он сделал, потом умереть на кресте, потом воскреснуть, потом дать Духа Святого на людей, на учеников, родить церковь свою. И уже потом с большим трудом, но все-таки уже люди стали верить в то, что да, это Дева Мария, она Богородица, ее сын Господь и так далее. А кто тогда это мог придумать? Никто. Это было совершенно выше ума. И нужно было скрыть эту тайну за картинкой какой-то обычной человеческой жизни. Поэтому Иосиф был придан Деве Марии в защиту, как кормитель, охранитель и легализатор, так сказать, этой семейной ситуации, при которой она выглядела просто как молодая жена престарелого мужа с маленьким ребенком на руках. А он все это понимал и должен был ее беречь. Потом получается так, что волхвы приходят с Востока, Ирод узнает о рождении Христа, евреи, книжники и старцы с чрезвычайной точностью возвещают о том, где должен родиться Христос. Ирод спросил у старцев, где рождается Христос, они вообще без запинки тут же, они как от зубов отскочили, в Вифлееме иудейском. Ибо так написано у пророка, и ты, Вифлеем, земля иудова, это ничем не меньше, чем другие княжества, ибо из тебя выйдет вождь. Я, например, если вождь, который упасет людей моих Израиля. Когда ты читаешь эти слова, как бы вот ты читаешь, думаешь, а что у них такого особенного? Да там столько слов всяких сказано в Писании, столько всего сказано, и у пророка-то это, одного из малых пророков это сказано. Да там столько пророчек всяких таких, они настолько хорошо это все процедили, сквозь себя, пропустили, переживали, поняли, осмыслили, осознали и знали точно, это сказано про Мессию, он родится в Вифлееме. Их спросили, они тут же ответили. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, во-первых, они готовились очень тщательно, а во-вторых, самые умные из них знали, кого убили. То есть это не было ошибкой всех, то есть некоторые просто ошиблись, некоторых просто увлекло общее, значит, воодушевление безбожной толпы. А некоторые знали, что делали, потому что слишком большие знания у них были, они легко отвечали на самый сложный вопрос. И вот когда Ирод хочет его убить, значит, возникает необходимость бежать Иисусу Христу, то есть спасать его одним словом. Иосиф может засомневаться. Ангел только недавно говорит ему, он спасет людей своих, то есть он спаситель. А тут этого спасителя нужно самого спасать. Ангел опять приходит ему во сне Иосифу, второй раз уже мы, приходит, значит, ангел во сне говорит, Иосиф, встань, возьми дитя и матерь, и беги в Египет. И ищет Боира душу отрочать. Иосифу, как мы дальше видим, то есть ему поспать вообще редко удавалось, то есть он вечно приходил к нему, ангел, что-то им приказывал, тут же вставал, как бы, значит, делал то, что ему сказали. Не спрашивал ничего, там, объяснений каких-то, значит, такое. Встал, забрал, пошел. Что значит, встал, забрал, пошел в Египет. Это на самом деле, так, ну, это легко сказать, только встань, бери, иди в Египет. Так он, ну, встал, взял, пошел в Египет. Причем, заметьте, там очень интересное, порядок слов. Встань, возьми отрача и матерь и иди в Египет. Если бы это была обычная семья, ангел бы сказал, встань, возьми жену, возьми ребенка, ну, иди туда, куда, значит, там дальше уже, там, топография дальше начинается, куда скажи, туда иди. А здесь нет. Здесь говорит, возьми отрача, возьми маму. То есть по степени важности. То есть самое важное здесь ребенок. Все вокруг него крутится. Вот его первого возьми. Потом, там дальше вторая мама. Потом бери матерь. Не, говорит, жену бери. Матерь, маму бери. Потом, значит, уже там, так сказать, делай то, что говорю. Почему я так говорю? Потому что обычно в Писании, например, когда Господь Бог спасал Лота из Содома, то там был как раз обычный порядок слов. Значит, Лоту в Содоме ангелы, пришедшие, говорят ему, что Господь решил уничтожить город. Поэтому, говорит, бери жену, бери дочерей и беги отсюда. То есть там сохраняется совершенно обычный порядок слов. Муж, семья обычная. Муж, жена и дочери. А здесь нет. Соответственно, необычности семьи употребляется необычное словосочетание. Бери ребенка, бери маму и делай то, что тебе говорю. Иосиф берет и делает. Находясь потом в этом самом в Египте, он получает опять известие во сне опять от ангела. Или опять то же самое, то же словосочетание. Встань, возьми отрача, возьми мать и иди в землю Израилеву. Умерли все, кто искал душу отрачать. Иосиф опять поднимается, делает то, что ему сказали, берет отрача, берет мать и возвращается обратно и поселяется в городе Назарете. В каком-то таком смиренном Назарете, о котором потом с презрением спрашивали такое, может ли что-нибудь хорошее из него быть? То есть, очевидно, есть города, из которых выходили славные мужи. Из Назарета, видимо, не выходило ничего великого и сам он был настолько из себя неказистый, что когда говорили там Иисус из Назарета, мы нашли Мессию Иисуса из Назарета, то люди кривились и говорят, Назарета? Какой Назарет? Какой Назарет? Испытай Писание и посмотри, из Назарета пророки не приходят. Какой Назарет? То есть, в этом вот ничтожном Назарете Господь Иисус Христос поселился, там жил, поэтому называли его, так и называли его, Иисус из Назарета, фамилии не было, к человеку прибавлялось имя Отца и место, где он родился, или еще его ремесло. Ну, а родился он, кстати, в Вифлееме, потому что Вифлеем это в переводе с еврейского означает дом хлеба. Бейт Лехим это дом хлеба. Поскольку Господь Иисус Христос есть хлеб небесный, о чем говорится ясно и многократно, что я хлеб, сошедший с небес, то он подобало ему и родиться в том городе, в котором имя города, которое связано с хлебом. То есть, хлеб это обширное понятие, опять-таки, в восточном мировоззрении. Это не один из продуктов питания, это некий король продуктов. Это царствующий продукт. И когда, например, говорит там «Пойдем ко мне, поедим хлеба», то ты можешь прийти, а там на столе, например, 48 перемен блюд. Но все это вместе называется «поесть хлеба». Потому что если там хлеба нет, то это даже и есть, в принципе, нельзя. И чтобы благословить всю еду, всю, что есть на столе, нужно поломать хлеб над едой. Это по еврейскому обычаю. То есть, взять хлеб в руки старшему за столом, разломить его, вот это преломление хлеба такое совершить, квази-юхаристическое. И сказать, значит, «Благословен ты, Господь, Бог Отцов наших, Который вырастил хлеб из земли». Скажут люди «Аминь», хлеб разломится, и все будет святое. Для того, чтобы освещать пищу, не нужно освещать отдельно компот, отдельно салат, отдельно борщ, отдельно сметану к борщу. Нужно только благословить хлеб. Потому что хлеб – это царь всей еды. По отношению к хлебу можно определить вообще, в общем-то, и христианскую веру человека. То есть, как ты относишься к хлебу, так ты относишься к Евангелию. Поскольку христианство получило распространение в земледельческих и хлебопашеских районах, потом оно уже зашло в те края и земли, где едят кукурузу, там, значит, рис, картошку и рыбу, и хлеба некоторые не видят. Есть же такие случаи, когда на севере наши миссионеры попадали в такие холодные края, где никогда не пашут землю. И они вынуждены были в молитве «Отче наш» слова «менять рыбу насущную, дай нам сегодня». Есть такое. Да, в далеких холодных краях, например, где-нибудь типа Якутии, где-нибудь там вот эти вот, Южный берег, Море Лаптевых, где-нибудь какой-нибудь. Значит, там они должны были молиться. Там просто слово «хлеб» никому не понятно. И что такое «хлеб наш насущный, дай нам сегодня» это вообще не ясно никому. И надо было это все имплементировать. А в принципе христианство – это религия, которая выросла, возникла, сформировалась там, где едят хлеб как главную еду. И если хлеб до сих пор остается нашей главной едой, кстати говоря, то есть по отношению к нему можно определять степень твоей веры. Вот, как, то есть, например, бросаешь ли ты хлеб на пол недоеденный, там, скажем, или пинаешь его, если он на дороге лежит, или ты целуешь ли ты его, когда ты берешь буханку в руки, там, и кладешь ли ты ноги на стол, например, там, и вообще, и так далее, и тому подобное. Поэтому всему видно вообще, что у тебя в душе, потому что отношение к вере, оно видно не только на отношении к молитве, например, к храму, оно видно на некоторых вещах других, в том числе на отношении к хлебу. И так Господь, это хлеб небесный, ему нужно было и родиться в доме хлеба. А жил и воспитывался он в Назарете. И вот там в Назарете Иосиф взял на себя задачу, которая лежит на плечах любого отца. На плечах любого отца лежит задача дать две вещи сыну, сыновьям, там, значит, только... С дочаями там другое дело, там, с дочаями нужно будет сейчас отдельно сказать. А сыну нужно обязательно дать начало религиозного образования, отцу. Отец должен научить сына читать священные книги, молиться Богу, посещать храм. Ну, как бы, вот это все вместе. То есть Бога знать, то есть писание читать, в храм ходить, молиться Богу. И должен дать ему ремесло. Как правило, свое. Потому что люди раньше не были многофункциональными. Они что имели, то давали. Там рыбак, сын рыбака был рыбак, сын пастуха был пастух, сын плотника был плотник, сын ювелира ювелир, сын аптекаря аптекарь. Но то, что ты умеешь сам, ты должен был научить своего сына. Это некая общая норма жизни во всех обществах древнего мира. Это было и у язычников. И один из законов древних греческих, Солона, говорил, что если к старости старик не получает хлеба от детей, то он не имеет права жаловаться, если он не научил своих детей никакому ремеслу. Если сын не научен отцом никакому практическому делу, тогда сын может на старости отца своего не кормить, и он виноват не будет. Сам старик виноват, поскольку он не потрудился, не потратил время на воспитание своего ребенка. Скажу простую сакраментальную фразу, пенсии не было. Пенсионный фонд никого не обманывал, потому что он в принципе не существовал. Вот, тогда люди воспринимали бы как манну небесную любую пенсию, не только большую, но самую ничтожную. Поэтому кормили людей в старости, когда руки ослабели, когда глаза, уже нитку в иголку не вденешь, уже, значит, тяжесть не поднимешь, грядку не вскопаешь, уже, так сказать, ну все уже, руки, ноги, там все, что раньше работало, значит, пришло в негодность. И тогда кормил человека тот, кого человек воспитал. Воспитанные тобою дети, рожденные от них внуки, они были твоими кормильцами. Все, никаких пенсионных фондов. Пинять, пальцем тыкать не в кого. Значит, и люди понимали это, либо зубы на полку клади, значит, либо пока ты молодой, научи ребенка чего-нибудь хорошему. И вот, ну, что касается девочек, то нужно было научить их всякой домашней работе. Это уже, очевидно, занималась тем мама. Вот. Ну и с девочками там все по-другому. Там это, в общем, чужой ребенок, нужно было сбагрить с рук, чтобы они замуж вышли, как бы, и там уже у них отдельная жизнь, как бы. А сын, да, сын это продолжение фамилии, имени, и сын сохранял свою актуальность на все времена. Поэтому его нужно было воспитывать и учить особенно, сколько бы их там не было. Значит, вот Иосиф делает Иисуса Христа плотником. Потом мы уже знаем Христа как плотника. Если мы будем перечислять какие-нибудь виды священной работы, которые в Библии существуют, то мы там найдем, например, там садовника, там найдем, значит, пастуха, плотника. Вот. Адам был садовник. То есть, например, у Адама был бы паспорт, там было бы, в графе, например, семейное состояние было бы, женат. Значит, место прописки, значит, Эдем. Род занятий садовник. Это его, как бы, такие житейские характеристики. У Иисуса Христа было бы написано холост в паспорте, плотник, вот. Сын Иосифа и Марии живет на зарете. Вот, это как бы, такие эти самые простейшие вещи такие. Люди простых профессий почему-то были удостоены очень часто и-то особых таких божьих состояний близких таких. Пастухи, например, вообще, какой-то милостью одеты. Там и Авель, и пастухи на поле Вифлеемском, пастухи Рождества и многие другие. То есть, пастухи, ну, и Давид был пастушок, и многие другие. То есть, пастухи – это вообще какое-то обласканное племя, какое-то обласканное занятие. Кто, я думаю, здесь нет ни одного пастуха, я тоже не пастух. Ну, то есть, наверное, что-то потеряли с вами. То есть, ни разу в жизни, как бы, не ходивши за коровами или за овцами с утра до вечера, значит, мы, видимо, что-то с вами потеряли, потому что, наверное, люди, которые пасут овец, а в деревнях пасут овец по очереди. По очереди. То есть, выгоняют скотину из дворов и по очереди один из людей несет стражу за всеми, и они там пасут за себе живность, а потом они возвращаются домой. Каждая корова знает свой двор, они разбредаются, и ты отвечаешь за них на момент, когда... Вот. А в это время чем тебе заниматься, значит? Ну, сейчас с телефоном, наверное, пастухи играются. Ну, а чем еще заниматься? Вот. А раньше они, значит, в дудку дудели, значит, такое, и молитвы читали, если кто верующий. Что там? Только книжку читай, на небо смотри, значит, размышляя о суетности нашей жизни. То есть, ащитно пастухи имели возможность как бы поразмыслить в каких-то вещах возвышенных, прекрасных. Вот. Они... Сам род деятельности... Работа простая, неказистая, не требует специальных навыков, оставляя человека один на один с животными и с природой, дает возможность молиться и размышлять. То есть, конечно, можно как бы, значит, взять с собой бутылку водки, значит, в поле, тогда будет другое дело, значит. А если возьмешь с собой Библию в кармане, значит, будет другое дело. Вот пастухи были святые люди очень часто. Я далек от того думать, что все пастухи святые, потому что пастухи очень разные. Я сам пастухом никогда не был, но видал пастухов. Вот вам профессия, значит, такая простая, святая профессия, пастух. Христос себе называет этой профессией, причем сам говорит, я пастырь добрый. Пастырь – это уже такое возвышенное понятие. Вообще, в принципе, в тексте он говорит, я пастух, я добрый пастух, говорит про себя Господь. Он там себя сам называет. А в юности он был плотником, Иосиф научил его брать в руки всякую, так сказать, эту самую, всякий инструмент и зарабатывать себе хлеб непростым и таким смекалистым образом заработка. Потому что плотник – это уже не пастух, это уже человек, который должен иметь и глазомеры, и навык, и опыт, и уметь, значит, смастерить все то, что, допустим, и стул, и стол, и так далее, и тому подобное. Тогда это все было другое, стульев, там, значит, таких не было, на полу сидели, столов, по-моему, даже тоже, ели тоже на полу, кстати. Но там делали из дерева всякое-всякое разное, и Христу надо было все это освоить. Иосиф его научил. То есть Иосиф научил Христа трудиться и молиться. Представьте себе, Иисус Христос называл Иосифа Папой. То есть вот попробуйте проникнуть в красоту этой фразы. То есть у Иисуса Христа один только Отец Небесный и, в общем-то, и Мама на земле. На земле есть Мама, нету Отца, на небе есть Отец, нету Мамы. То есть Он единородный. На земле, единородный на небе. И, значит, Он доверяет Себя полностью вот этому союзу двух людей, этому духовному союзу Маме и обручнику. И Он называет, покоряется своему Иосифу как Отцу, называет Его Папой и находится в полном послушании у Него. То есть каким надо быть человеком. То есть мы вот традиционно говорим, что вот Христос не мог родиться от кого-нибудь, от любой женщины. Не мог. У всех женщин органы пола одинаковы. И с точки зрения физиологии, по идее, можно было родиться от любой женщины. Но мы же понимаем, что для того, чтобы родиться на земле, нужно было в течение долгих столетий, тысячелетий воспитать себе ту самую, ту самую девушку, чистота, смирение и вера, которые должны были быть, позволить Богу воплотиться от нее. То есть вся история человечества, как говорит Иоанн Дамаскин, это собственно есть движение человечества к появлению Девы Марии. Чтобы Господь получил возможность как по лестнице сойти сверху вниз к человечеству через нее. Она лестница небесная. Без нее как бы нельзя ему сойти. Не отковородиться. И она не могла быть ни казашкой, ни молдаванкой, ни русской, ни китаянкой, ни англичанкой. Она должна была быть именно из того народа, который он специально себе избрал, для того, чтобы в нем, внутри этого народа совершить свои дела приготовительные к своему воплощению. То есть об этом мы более-менее говорим. Про Иосифа говорим гораздо меньше. Но вот сегодня мы можем об этом сказать, что и человека, который бы охранял Деву Марию и исполнял обязанности этого мнимого Отца, тоже нужно было найти. Где найти такого молчуна, работягу, терпеливого, который с ангелами разговаривает, который хранит тысячи тайн в сердце своем, и которого Иисус Христос называет Папой, которого можно было бы без стыда назвать Отцом, маленькому Иисусу. Представляете, если маленький Иисус говорит ему Папа, Папа, как это, как это? Папа, пойдем туда, Папа, пойдем сюда. Он-то понимает, что он не Папа ему. Он-то знает, что он физически, он не отец этого ребенка. Он приставлен к нему как обслуживающий персонал, как защитник. Он телохранитель, он кормитель, он кто хочешь, но он ему не Папа. Когда ему маленький Иисус говорил ему Папа, то я себе представляю, что должно было переворачиваться в душе этого, этого смиренного старца. Ну, кстати говоря, в одной из молитв, посвященных Иосифу, обращенных к Иосифу, там как бы эта мысль обыгрывается, говорится так, что, когда Христос был маленький, на земле жил, то он тебя во всем слушался. Но Иосифу он плохого не говорил. Говорит, во всем тебя слушался Сын Божий, когда жил на земле, и ты был ему отцом. Наверное, он послушал тебя и сегодня, если ты попросишь его о чем-то. Действительно. Закон же, как говорит, чти отца и матерь. И Христос в почитании своих родителей, так сказать, земных отца и матери, мнимого отца и настоящей матери, он исполняет их просьбы. И вот мы обращаемся и просьбы к Божьей Матери очень часто. Я думаю, что стоит добавить к этим просьбам еще просьбы к Иосифу, потому что Иосифа Господь тоже будет слушать во исполнении заповеди. Христос исполняет закон, он исполняет заповеди, он будет чтить своего, этого земного отца, мнимого отца, и будет, говорит, как на земле он папу слушал все своего. Говорит, скажет, а так нельзя. Говорит, хорошо. Предлагаю вам добавить к своим, так сказать, размышлениям и, в общем, этому молитвенным занятиям еще вот эту такую важную, ценную вещь. Такое вот вхождение, вот этот некий такой семейный мир детства Иисуса Христа. Я думаю, что действительно Иосиф имеет великую силу перед Богом в молитвах, как Иоанн, например, силен перед Богом молиться за весь мир, потому что он предтече и послужил Христу в его мессианском служении, а Иосиф совершил великую службу во время детства Господнего. И это вообще поднимает его, конечно, на недосягаемую высоту. О нем, в общем-то, приятно думать об этом великом человеке. Потом еще, знаете, что интересно? В западном мире, опять-таки, я сейчас это говорю без... намеренно говорю, потому что нам этого не хватает. Иосиф считается покровителем людей простых профессий. Традиционно, в средние века вообще и у нас, и за рубежом, везде, поскольку люди занимались каким-то конкретным трудом, то они себе избирали небесных покровителей. Ну вот вы знаете, что Флор и Лавр, например, являются, может быть, покровителями скотоводов и людей, занимающихся вот с животинкой всякой, значит. Там Зосима и Саватий, например, являются почему-то покровителями пчеловодов, хотя на Соловки такое не очень теплое место, но почему-то они вот и еще почитаются как покрытие пчеловодов. Там на Западе эта традиция вообще очень развита. Там есть покровители у любого ремесла и раньше цеховые мастера, вот там цех пивоваров там избирал себе такого святого, там цех булочников избирал себе такого святого, как покровителя. Они штамповали как бы образ того святого на своих товарах, в день праздника его собирались, там устраивали свои какие-нибудь такие торжественные мероприятия. Вот. И вот есть, кто захочет поинтересоваться, а есть покровители у любой профессии, в которой нет греха. Нет покровительства, покровительства только у какой-нибудь сводни, там или у торговца наркотиками. Все остальные профессии могут иметь небесного покровителя. Вот допустим, у нас велика мученица Варвара считается покровительница ракетных войск стратегическое назначение. Вот почему? Я не знаю, вот РВСН, значит, у них праздник, значит, рода войск, это самое... А? Ну, может быть, да. Не только что, да, МЧС тоже может быть, да? Там или скорая помощь может тоже Варвару иметь в себе помощь. Ну, вот одним словом, это интересно. Это как бы и весело, и интересно. Тут, мне, кстати, это очень нравится. Я считаю, что тут не за что критиковать христиан. Вот. Ну, так вот, Иосиф является покровителем людей, которые трудятся простым трудом. То есть, которые трудятся не в офисах, а в столярных, или слесарных мастерских, у которых в руках, там, скажем, ножовка, там, или деревья, пила по дереву, там, или топор, или рубанок, или такого. вот этих мозолистых мужиков, которых не так уж много на земле осталось, и которые очень нужны, и которые очень важны. То есть, вот, хорошо бы, чтобы у нас был такой день в календаре, когда бы мы могли сказать, что, вот, вы классные вообще, вот, вы мужики, у которых руки в мозолях, которые знают какое-то конкретное дело свое, у которых в руках, значит, не папочка с бумажками, а шпатель, какой-нибудь там, или валик, например, там, или мастерок для раствора, что, вот, значит, вот, на вас скорее держится мир, чем на, там, каких-нибудь людях, значит, у которых мозолей нету, как бы, ну, ноготочки пилкой обработаны, хотя, хотя на них тоже штаны надеты. Значит, вот, нам, мне кажется, этого немножко не хватает, значит, такое, нам вообще не хватает уважения к людям простого труда, нам, в принципе, как народу, не хватает уважения к людям простого труда, вот, тем, которые тянут теплотрассы, тем, которые, допустим, промышленные альпинисты, значит, там, эти моют окна, там, в небоскребах, там, тем, которые водят в вагоны метро, и ремонтируют их, там, где-то там, в депо, вот, к этим простым людям у нас уважения мало, то есть, мы как-то так смотрим больше в ту сторону, где люди пахнут дорогим одеколоном, и обедают в дорогом ресторане, как бы, и переворачивают бумажки, и решают большие дела, и это плохо, вот, может быть, Иосиф нам поможет, смотреть с уважением на человека, который одет в фуфайку, значит, у которых лопата, потому что именно такой человек воспитывал Иисуса Христа, не офисный менеджер, не миллионер, не чиновник высокого разряда, не это самое, не помощник президента, значит, такой, не помощник Ирода какой-нибудь, там, не министр финансов воспитывал Христа, а воспитывал его простой мужик, который держал в руках топор и лопату, и одно это уже, оно чрезвычайно, так сказать, воспитательно для человека, поэтому, я видел своими собственными глазами алтари в некоторых западных церквах, именно посвященные Иосифу, и там на полу, такие на мозаике, значит, такой орнамент из, там, изображений, орудий труда, там, какая-то лопата, например, там, какой-то там топор, гвоздики, такой, видно такой, такой рабочий алтарь, значит, там, значит, простой дядька, значит, может с удовольствием посмотреть на окружающие росписи, значит, такое, вот это для нас, это для нашего человека посвящено, такое, на уроках труда, например, могли, каждую комнату труда в наших школах можно было посвящать Святому Иосифу, что, есть же уроки труда в наших школах, я не знаю, как сейчас, там, сейчас, ну, в разных школах по-разному, потому что есть инвариантные такие программы образовательные. Но я помню свои годы школьного образования, мальчики шли отдельно, девочки отдельно, и там девочки что-то там шили, там что-то там еще что делали, а мальчики там был столярный, у нас было два цеха, столярный и слесарный, и чередовались, одну неделю там, другую неделю там, и там в столярном делали, там, значит, свое, там слесарном свое, там с железом, там с деревом, вот. Вот можно было там спокойно вешать икону святого Иосифа, если бы это были времена легализованной веры. Вот, и всегда можно сказать, что здесь вы тоже занимаетесь законом Божиим. То есть приходя сюда, в этот слесарный или столярный цех, вы чем продолжаете заниматься Божьим законом? То есть, я думаю, это непозволительное сужение рамок закона Божьего, если мы уделяем ему смысл только в плане вот изучения катехизицы, церковной истории, священных текстов. Не только это закон Божий, потому что история, например, история отечественная, история всемирная, это тоже закон Божий. Это история Божьего промысла, история тяжелого и такого не хаотического, а такого скрыто тайного, такого смыслового пути человечества к определенной цели. Астрономия – это закон Божий. Если ее умело преподать, то можно вызвать в человеке восторг перед этими бездны прекрасных светил, которые не в хаосе, а в гармонии, кружатся по своим траекториям, совершают сложнейшие путешествия в этих безвоздушном пространстве, ни одна из них не сбивается с курса. И так далее, и тому подобное. Но все могло бы быть по-другому, если бы не Господь это все создал, а если бы оно как баснословит физики современные атеисты, если бы оно все само как-то получилось, то это было бы белиберда. То есть на небо было бы больно ночью смотреть, потому что оно было бы залита светом. Он бы просто… Да. Если звезд – бесконечное число, кстати, это простая такая… Число звезд – конечно, и космос имеет границы. Если бы число звезд было бесконечно, то количество света в небе было бы тоже бесконечно. Тогда весь… Значит, не было бы ночи, собственно. Ночное небо, так же, как дневное, было бы залито просто таким бешеным количеством света. На самом деле там все красиво, там все органично, прекрасно. И на него можно смотреть без конца, на это небо. И это тоже закон Божий. Если бы нас научили смотреть на него, как царь Давид на него смотрел, что царь Давид на небо смотрел и пел псалмы. Есть восьмой псалом, написанный при размышлении «Господи, Господь наш, якочудно, имя Твое по всей земле». Когда вижу луну и звезды, которые Ты основал, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его. То есть Давид на небо смотрел и думал, ему это было откровением про Господа Бога. Поэтому изучая небесные светила, можно тоже про Бога думать. И, конечно же, занимаясь трудом, можно тоже продолжать заниматься Божьим Законом. Вот этого, повторяю, нам чрезвычайно не хватает не столько в руках, сколько в голове. Потому что трудом-то мы и так занимаемся, все равно люди трудятся. Люди красят, шьют, строят, лепят, пилят, краят, вырезают и воздвигают. Но богословского осмысления труда у нас нет. Может быть, Иосиф нам поможет? Вот эта память об этом святом человеке, воспитателе Иисуса Христа, может быть, поможет нам с любовью смотреть на тех, кто трудится тяжело, и осмысливать свой труд через молитву. Потому что любой труд позволяет молиться. Молиться может любой дворник. Вот инженеру молиться трудно. Когда он чертит там свои всякие сложные штуки на ватмане. Или когда, например, учитель литературы проверяет школьные сочинения, в это время молиться невозможно. Сложный труд запрещает молиться. Сложный труд требует от человека полного умного погружения. А простой труд разрешает молиться. Когда картошку чистишь, например, или белье стираешь руками, или подметаешь улицу, или чистишь снег. Самое удобное время для молитв. Монотонные, размеренные физические движения прекрасно соединяются с памятью Божьей. И можно понимать, то есть вот время не теряй. И в этом смысле дворнику быть святым гораздо легче, чем инженеру или учителю. Потому что у учителя голова забита, и он уставший, и у него там эти провода распаялись уже давно. Он уже немножко не в себе. В скандинавских странах после 10 или 5 лет, неважно, работы в школе, в случае судебных разбирательств учителя не могут выступать в качестве свидетелей. Ибо считаются неадекватными, и сведениям их доверять нельзя. Они считают так на полном серьезе, потому что человек, который работал с детьми лет 10 подряд, он точно чокнутый, считают скандинавы. Они, конечно, сами еще те. Но в этом есть своя мысль. Гораздо легче быть святым, когда занимаешься какой-то простой работой. Вообще технику придумали, как один старец сказал, технику придумали для того, чтобы у нас освободилось время, и мы молились. Чтобы женщина не стирала себе руки, значит, в холодной воде, стирая белье зимой там, и чтобы она там не ломала себе спину, там, таская на горбу коромысла. Значит, нам придумали стиральную машину, там, значит, кран с холодной и горячей водой. Для того, чтобы освободившееся время мы отдали Богу. Но как-то не получилось у нас. Кран есть, стиральная машина есть, но Богу мы ничего не отдали. Какая-то ерунда получилась. То есть мы не туда пошли, не кем занялись. Тоже такая любопытная. Итак, почтим святого старца, значит, памятью о том, что он научил Иисуса читать, молиться, объяснил ему Божий закон, что вообще поразительно. То есть Христу объяснял Божий закон, святой Иосиф. Вот, очевидно. Водил его с собой в храм. Последний раз мы видим Евангелие его в 12-летнем возрасте. Христовом возрасте 11-летнем. Мы видим Иосифа и Марию в храме. До 12-летнего возраста ребенок не имеет права разговаривать со взрослыми на серьезные темы. А начиная с возраста 12 лет, начиная с возраста 12 лет, мальчик может уже вступать в какие-то серьезные разговоры. И он может читать Писание. У них есть какой-то специальный такой обряд, при котором с 12-летнего возраста, по-моему, с 12, мальчик в собрании взрослых читает из Торы отрывок, на языке Торы, на иврите. И взрослые при этом все это слушают. И с этого момента он считается взрослым человеком. Так? Да, так. Она называется там брит, этот обряд, не помню, как он называется. Брит милая, это обрезание, а этот брит, не помню, не помню, как-то называется на их языке, они посвящают, в общем-то, во взрослые люди. Я слышал, что с этого времени отец радостно говорит, теперь за него не отвечаю. То есть с этого времени он должен уже сам сообщать за свои слова. То есть если в 10 лет он разобьет окно, отвечаю я. А если в 12 лет разобьет окно, он отвечает он. То есть к нему. То есть ты уж как бы плати за себя. Ну то как бы так, да? Но с этого времени он должен читать Писание. Писание, по идее, учили читать, они, кстати говоря, вот это тоже надо себе усвоить. Они учили своих детей, то есть к 3-х летнему возрасту, как правило, они уже умеют читать все. 3-4-5 лет, это 100% уже, к 5 годам все уже читают. Потому что книжка нужна. Это религия книги, без книги нет религии. Без книги нету знания, нету правды, нету одно невежество и безобразие. Поэтому учат читать очень рано. И вот он с 3-х, 5-ти там лет уже до 12 лет он уже должен хорошо читать и много читать. Не все подряд читать, кстати. Есть некоторые книги в Библии, которые можно читать только в 30 лет. Например, книгу пророка Иезакеиля. Считается, что ее можно читать не ранее 30. А допустим, притчи Соломоновые, там, бытие, псалмы можно читать с самого детства и на них воспитывать человека. Это очень важная вещь. И вот он к 12 годам он читает Писание уже в собрании взрослых. И вот теперь он уже может так сказать, с ними вести какие-то серьезные разговоры. И Христос так и сделал. Он отстал от своих родителей при посещении Иерусалима. А Иерусалим нужно посещать мужчине 3 раза в год. Когда там храм был. Сейчас храма нет. Это все уже не работает. А раньше, когда храм стоял, нужно было хотя бы 3 раза в год. Не хотя бы, а непременно. 3 раза в год явиться пред лицо Господне в храм. И они со всех краев Палестины сходились туда, там жили по нескольку дней. И потом расходились. И вот Христос отстал от них. И они прошли трехдневный путь почти что. И смотрят, нету его. Думали, что где-то там с родственниками. Какими-то, значит, вернулись, нашли его в храме. Это вообще, это удивительное тоже событие. Это Матерь Божия потеряла своего сына на 3 дня. 3 дня не видела его. И она, поскольку во всех событиях окружающего мира она видела некие знаки и пророчества, она, безусловно, наверное, поняла, что это некое пророчество о том, что она потеряет его потом еще на 3 дня. Еще 3 дня она видеть его не будет. То есть сердце ее впервые тогда порвалось от разлуки. Она потеряла сына. То есть она же жила им. Обычно ребенок живет мамой. А в этом материнстве было другое. Мама жила сыном. Она тоже понимала, кого родила. И она следила за ним, и слушала слова его, и наблюдала за ним. И потом, когда он вдруг пропал из глаз, и она 3 дня его не видела, и нашла его в храме живого-здорового, беседующего со старцами, то она должна была в это время впервые понять, что будет время такое тяжелое, когда она потеряет его и будет искать его, и через 3 дня найдет его. Это было пророчество о смерти и о воскресении Иисуса Христа. Кстати, говоря, в одном от английского художника есть картина очень красивая, такая трогательная картина. «Иисус в доме Иосифа и Марии». Там изображается столярная мастерская. Иосиф изображен таким угрюмым таким мужиком, таких старшего возраста. И он в каком-то фартуке, значит, там строгает, на полу лежит кругом стружка, такая бытовая картинка такая, больше, конечно, похожа на Англию, чем на Палестину, но неважно. И вот маленький мальчик Иисус порезал себе ручку. И порезал себе где-то вот здесь. Ну, он там возится с чем-то там, теми железяками в этой мастерской. Где-то там резанул, там какой-то стамеской, значит. И у него так, как бы, кровь так по ладоши. Он как бы испугался, как ребенок, и так смотрит, значит, такой. Иосиф такой суровый, такой, мол, лезешь, мол, куда не надо. Ну, как, знаете, такая бытовая сценка. А мама бежит к нему, как бы вот к этой ране. И понятно, что она тоже видит в этом пророчество, что пока что его ручка поранена какой-то там рабочей железякой. А потом эти же ручки будут пробиты гвоздями, как бы она об этом знает. Ей же Симеон же ей сказал, что лежит на раменах твоих предмет пререканий и споров. Что тебе самой душу пройдет оружие, откроются помышления многих сердец. То есть ей Симеон там много чего сказал, говоря о том, что его ждет искупительное страдание, и у тебя будет сердце порвано, значит, так далее. И она поэтому наверняка все события в своей жизни как-то связывала с этим будущим, то, что ее ожидает. Вот эта картина мне очень так запомнилась, я не помню фамилию художника, я, к сожалению, не помню. Вот, когда как бы ребенок порезался, там папа бурчит, как бы, а мама понимает, как бы, значит, что это еще один знак, что пока что кровь такая, потом будет кровь другая. Вот, ну кровь, первая кровь пролила Христа когда? Первый раз Христос пролил кровь в обрезании, кстати говоря. Тоже важное дело, потому что называли имя мальчику в день обрезания, на восьмой день, вот, и в это время впервые пролилась кровь Господа Иисуса Христа. Впервые к Нему прикоснулось железо острое, и Он плакал, Он был больный, и пролилась кровь. И в это время под пролитие крови сказали, звать Тебя будем Иисус. То есть, в день обрезания именно имя и нарекается, то самое имя Господь. Так что, все эти события, безусловно, детства Господня, они, у нас очень мало всего этого есть, то есть, Богу было угодно скрыть от нас подавляющее большинство всех этих священных вещей. Ну, во-первых, смотрите, во-первых, Христос ни одного чуда не сотворил за все свое детство, и за все свое отрочество и юность. Есть такие фантастические догадки о том, что, какие чудеса мог бы делать мальчик Иисус. Ну, есть Евангелие детства, там есть разные, у арабов, там у других разных фокусников и сказочников есть такие трогательные догадки такие, что вот якобы он там голубей там из глины лепил, а какой-то злой мальчишка старший топтался по ним ногами, и он там дунул на них, оживил их, они улетели. Как бы, то что он там еще там что-то сделал, еще там что-то сделал. Христос не творил чудес. Все 30 лет он умудрился так прожить на земле, что люди жили возле Бога прямо по соседству воплощенного, и никто не об этом не знал. Вот это, собственно, и есть чудо. Когда возле тебя солнце, правда, солнце, солнце сильнее всех тысяч и солнц, живет, одетая в смиренное человеческое тело, живет по соседству, рядом через стенку, никто об этом не знает, живет годами, десятилетиями, 30 лет живет, никто об этом не знает. Вот это действительно чудо. Значит, после этого 12-летнего возраста события мы видим Иосифа уже, Иосиф исчезает из Писания, исчезает навсегда. Мы больше о том не видим. Очевидно, он умирает. И потом уже мы видим, как мать ходит за Иисусом, а Иосиф нет. И обязанности по содержанию матери, содержанию себя самого, потому что Христос питался от своих рук, берет на себя сам Сын Божий и работает. Работает. То есть у него прежде ран от гвоздей на руках были мозоли. Это очень тоже важно понимать, что руки Христа были мозолистые. Это были руки плотника. Видели руки плотника? У них руки, во-первых, ширококосные, как лопата такие, жесткие такие, вот такие твердые, жесткие руки из такого рабочего мужика. Вот примерно такие руки были у Господа Иисуса Христа. Руки настоящего плотника. Это, мне кажется, это очень важно. Вот. Ну и важно, что он прожил через все человеческие состояния, прожил через... То есть он был младенцем, был отроком, подростком, юношей, стал взрослым человеком и не ранее, чем до конца повзрослел, пошел на крест. То есть он пошел на крест не ребенком и не юношей, а уже зрелым мужчиной. То есть он вобрал в себя полноту человеческой жизни. Таким образом, во Христе детство получило святость, отрочество получило святость, юношество получило святость и зрелость получило святость. Детству свойственно невежество, отрочеству свойственно баловство, юношеству похотливость, а зрелость свойственно сребролюбие. Самые главные. Грехи, сопутствующие возрастам. В детстве сребролюбца трудно найти. Ну, правда, они тоже есть. Мальчиш-плохиш тоже есть. Который опряник дашь, а два дашь, есть такие. То есть он же маленький был, а уже сребролюбец был. Но в принципе детству свойственно глупость, возрастная глупость, ничего не знает человек. Потом ему свойственно непоседливое хулиганство, потом ему свойственно похотливость, блудливость, скажем проще, юношеская. Безумие в сердце юноши. Так написано. А потом ему связана уже свойственно такая практичная холодность, сребролюбие, расчет и житейская оборотистость. Вот Христос прошел все эти возраста, избежав детской глупости, хулиганской непоседливости, юношеской похоти, не избежав, оно к нему не касается, он собою наполнил святостью эти все возрасты. То есть он сделал возможным святости в детстве, в отрочистве. Когда раньше ждали святости от человека? Только в старости. То есть святость в древности связывалась и сейчас связывается именно со старостью. Вот тут фокусник спрашивал, где можно старцем стать. То есть предполагается, что к старости у тебя уже приобрелся опыт, умерли страсти, какие-то похоти ты преодолел, уже насмотрелся на всякое, на земле тебе уже мало что держит, Бога ты любишь, миром этим не обольщаешься, у тебя мир уже больше не прельщает, ты уже видел все, что нужно видеть. И конечно в старости уже, так сказать, ты готов к тому, чтобы думать о святом, говорить святое, давать хорошие советы и в общем-то жить без греха. Так думали раньше, в общем-то в этом и есть справедливость какая-то. Но оказывается, мы знаем из истории, что может быть святым и ребенок, и юноша, и подросток, и молодой человек, и зрелый муж, и молодая девушка, это благодаря тому, что в общем-то Господь Иисус Христос нам дарит такую возможность, Он освещает собой все возрасты человеческой жизни и умирать идет не ранее, чем достигает полного, так сказать, возраста зрелости. Ну вот, друзья мои, с маленьким перерывом на страждущего постарчества мы пообщались с вами примерно час пятнадцать. Чуть-чуть у нас забрали времени. Рождество это глубоко, вроде бы тема бездонная, а с другой стороны количество тем внутри Рождества не ограничено. Вот еще вам одно скажу на прощание, что вы замечали когда-нибудь, что песни рождественские, они грустные, минорные? Что калятки вообще, вот рождественские песни, они в миноре поются. Там очень мало мажорных мелодий. Я вот как-то задумался, думаю, почему? Потому что пасхальные песнопения, они мажорные. За редким исключением, там только плотью и уснув, такое, значит, такое грустно, грустно мелодично. А так все остальное такое торжествующее, такое, значит, а вот Рождество, оно такое, такое, почему? Потому что, потому что пришел Христос Иисус на довольно злую землю, которая превратила его в беженство с первых дней его жизни. Тут же обнажился меч в поисках его души, и он стал, ему стала угрожать смерть. То есть вообще ничего хорошего, значит, наоборот, это бесовское, это полчища всполошилось, и вместо того, чтобы как бы радоваться по-настоящему пришествию на землю Христа, наоборот, началась погоня за ним. И он вступил в длинную историю жизни, когда ему постоянно приходилось уходить от преследования, избегать опасности, посрамлять своих, ловцов и хитрецов, и так далее. Поэтому там очень печальная история началась. И очень, знаете, что интересно, ему подарили, когда он только родил, три волхва с Востока, ну да, вот они, в этих шапочках с шишечками, значит, они пришли к нему и подарили ему, среди прочего, знак того, что он умрет. Вот это смирно, то есть подарили ему золото, ладан и смирно. Золото, это как знак царского достоинства, ладан, это божья вещь, это символ молитвы, благоухания, эфемиам, а смирно, это ароматная, какая-то такая, мажущаяся такая мазь, которой нужно было мазать мертвецов, это все понимали, что есть в этом подарке было все понятно. То есть этим мертвых мажут. Это, знаете ли, очень такая, опять-таки, матери нужно было над многим подумать. Потому что, представьте себе, вы пришли, вот, допустим, у кого-то родился ребенок, вы можете прийти к нему с саваном, подарок. То есть, вы приходите, например, говорит, вот вырастешь, деточка, потом помрешь, как бы, вот тебе в это завернут, вот я тебе заранее дарю. Я думаю, я думаю, вас больше ни разу в жизни в этот дом не пустят, как бы, и правильно сделают, между прочим. Подарить что-нибудь связанное со смертью новорожденному ребенку, это вообще шок какой-то. А вот мы как-то об этом шоке тоже думаем не очень часто. вот Христу с детства как бы такой, он-то, конечно, ладно, он маленький, но мама-то, это вы что мне принесли? Смирну. Смирну, смешение смирненное, алойное, купили мироносец, чтобы помазать умершего на кресте Господа Иисуса Христа. То есть, ему с детства, он только родился, ему сразу, говорит, умереть тебе придется, смерть это будет, смерть это будет особенная. Вот, и мы об этом знаем, и ты об этом знай. Представляете? С самого детства уже, то есть, на, пожалуйста. Тоже достойная вещь для того, чтобы над ней размыслить. Ну, а так вообще, что там, что еще вам, что еще? Хватит с вас. Спасибо. Спасибо. Что молимся, да? Спасибо.